ребят всем привет с вами максим шубин канал то реально интересно и сегодня я сходил на полицейские срублевки 2 новогодний беспредел и честно говоря я уже хочу снова посетить и вообще хочу наверное каждый день ходить пока идет в прокате это кино потому что она реально крутое друзья мои но реально крутое оценки я выставлю в конце этого ролика поэтому ребят досмотрите до конца ставьте лайки пишите комментарии ходили ли вы сами на это кино или может быть собираетесь в общем фильм классный мне очень понравился и в принципе я смеялся наверное почти от первой и до последней минуты это очень здорово таких фильмов я хотел бы видеть чаще вот конкретно таких потому что хочется больше смеха больше улыбок больше радости а здесь как бы и новогоднее настроение и много-много смеха причем знаете что такое смех смех это все-таки дело вкуса какой-то юмор какая-то камень тебе заходит или не заходит смешит не смешит мне володя сергей бурунов илья куликов по мне эти ребята гений и занимаются делом в котором у них огромнейший талант и они все это выплескивает на экран и возможно же не все потому что понятное дело что ограничение у фильма 12 плюс и наверное что-то могу больше скажем так быть но тем не менее мы не очень зашло и в принципе в зале которым я сидел тоже смеялись все от души было классно перебят давайте поговорим насчет сюжета в этом фильме я постараюсь не делать явных спойлеров к этому фильму чтобы вам было интересно смотреть вы же еще не посмотрели фильм да хотя если вы посмотрели то все равно смотрите тролли до конца ну надеюсь будет вам интересно в общем ставьте лайки подписывайтесь на канал друзьям и рассказывайте итак друзья мои все начинается с того что первая сцена которую нам показывают в кино она как раз таки есть в трейлере то есть если вы смотрели трейлер скорее всего смотреть 3 раз вы смотрите этот обзор то вы в принципе понимаете о чем сейчас пойдет речь эта сцена о том что нужно было как-то упомянуть в новом фильме без петрова что его там нету и типа да и черт с ним мы еще дальше и больше заработаем денег больше нас будут смотреть больше смеяться в общем какие смыслы так сказать бизнес модели закладываются с этим кино потому что бурунов сергей бурунов просто великолепен в роли володи да наверное это его захватил от этого роль и в принципе в каких других ролях его сложно увидеть и в принципе да какая-то мелодрама например тот же бурунов только ну вернее тот же володя яковлев только немножечко другой немножечко другое вообще даже костюмы тех же самые носит только единственное еще погоны бывает носит в полицейскими срублевки это пожалуй единственный камень в огород полицейского срублевки потому что я люблю этот фильм я люблю этот сериал собственно с чего все начиналось и так володя просыпается от того что ему приснился сон где собственно в главной роли был сам петров ну вернее не петров а измайлов измайлов все таки давайте будем говорить и конечно же этот демон вызвал бурю эмоций и как у нас у зрителей бурю смешков смеха до упада и так далее в общем было весело такое знаете бодрое веселое начало в общем не понравилось и друзья мои я не кинокритик я кинолюбитель я не очень люблю что критиковать и вообще как-то вот ругать что-то это не совсем мое это не совсем в моем характере хотя в принципе не исключаю что и такое будет на моем канале но все таки я больше люблю говорить о том что мне понравилось а этот фильм не очень понравился сюжете будут две линии это пожалуй спор оперов о том что кто вдует до нового года крестини друзья вот это уже небольшой спойлер но я не буду говорить кто вдует получится не получится у кого-то в принципе в этом споре участвует по моему пять человек пять героев этого фильма в том числе и мухич хотя он следак но самый конечно же веселый персонаж из всех и вот всех этих подкатов каких-то и так далее конечно же володя сергей бурнов он просто гений он чертов гений на самом деле когда я смотрел это кино и я прям таки болел что да в принципе даже не важно кто-то кто-нибудь да присунет также еще вторая сюжетная линия она конечно же ну в стиле самого полицейского срублевки и в целом о скажем так ментах от ментовских сериалов здесь какая-то супер супер опасная банда которая там ограбила какой-то то ли ювелирный магазин то ли просто какие-то бриллианты где-то у кого-то слямзила в общем об этом также еще будет хотя это этот это так знаете то есть вот спор оперов это пожалуй наверное две трети фильма занимает а вот так сказать какая-то поимка удачная поимка это занимает наверно краски такую одну треть то есть меньшую часть кино участия нами интересная там нет ничего такого сверх естественного но она тоже достаточно забавная и она как бы переплетается с основным я не хочу делать каких-то явных спойлеров поэтому мы плавненько перейдем к теме которые скорее всего будет актуально и будут вопросы а будет ли петров новом фильме да знаю что многие там слышали интервью и так далее в том числе я что александр петров сам собственно говоря заявил что его там не будет и в принципе контракт закончился я так понимаю контракт был рассчитан на четыре сезона и на один фильм хотя возможно там новые какие-то контракты были но это в общем не суть в общем для тех кто еще в танке петрова александра в этом фильме не будет и на самом деле вряд ли очень даже вряд ли что появится каких-то новых частях потому что я уверен что будут новой части я уверен что будет успех собственно и у сериала и у фильма между прочим даже я наверное фильм выделять даже выше ну то есть по уровню смеха как бы это вот это полный метр это полный метр смеха друзья мои это очень здорово будет ли демониха или саша бортич фильме потому что на все таки есть на постере меня тоже был такой вопрос типа она будет не будет где когда это достаточно неоднозначный персонаж бывает ну то есть по прошлым сезоном сериала какие-то траблы у нее что все не так и не так и в принципе какая-то история наверное тоже подошла концу и честно говоря ее там почти нету но но друзья мои она там все-таки появляется пусть ненамного и честно говоря не понятно зачем он там появляется потому что зачем она просто там посмеялась типа она праздновать новый год то есть в итоге фильме мы увидим секунды на 2 на 3 максимум все она там говорит наверно какую-то фразу типа володя и все а володе говорите демониха и все собственно вот и все саша борчич и соответственно соответственно демониха и володя как бы вот и все хотя если вспомнить опять же сериалы там довольно немало было забавных сцен где они собственно очень успешно как мне кажется развлекали зрителя в том числе и меня итак друзья давайте подведем уже итоги как я уже говорил в самом начале фильм классный фильм не советую давайте уже поговорим об оценках я не буду наверное все таки оценивать это кино с точки зрения сюжета актерской игры это мы оставим кинокритиком профессиональным непрофессиональным блогерам не блогерам я просто общее впечатление фильме хочу сказать мне очень понравилось я ставлю 10 из 10 баллов правда я не самый наверное добрый в плане оценок то есть я могу даже несколько занизить что то вот что-то мне не понравилось что-то где-то я грубо говоря мне скучновато было здесь не было скучно причем фильм он по-моему не длинный не знаю там может быть час двадцать час тридцать точно не помню но он держите постоянно постоянно прикольно ржачно клево в общем я не пожалел друзья я точно пожалели ни одной секунды ни одного рубля который я потратил этот фильм и все принципе мне понравилось и друзья мои я хочу сходить еще раз как минимум еще один раз и друзья вот эти ходите в кино правда в кино восприятие куда более глубокое классное и не что тебя не отвлекает ну почти ничего не отвлекает если в нормальный зал в нормальное время пришел то все классно короче в кино намного лучше воспринимается кино вот как бы это странно не звучало короче ребят кто щедрый чувак или чувиха закиньте пожалуйста немножко деньжат мне на новый билет я пока что можно сказать чуть ли не начинающий блогер и как-то не особо не с просмотрим поэтому пожалуйста поделитесь этим роликом своими друзьями закиньте денег если кому не жалко с реквизиты будут в описании и тот то соответственно любую сумму в принципе заднатит закинет он попадет следующий ролик так что ребят дерзайте еще друзья мои я очень хочу сделать краткие обзоры на каждую серию сериала там есть принципе о чем поговорить и друзья пожалуйста напишите в комментариях хотите ли вы это увидеть я честно говоря очень хочу сделать обзоры но мне очень важно ваше мнение очень важно поэтому ребят просто напишите сам максим шубин канал от реально интерес не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал друзьям рассказать колокольчик нажимаете и с новым годом друзьям